это не первое мое посещение поэтому мы были здесь летом прошлого года и впечатление было очень большое ну и собственно и сейчас мы сейчас я знал уже что я увижу год назад когда первый раз был я не представлял себе что я увижу и поэтому впечатление было очень сильно таких музеев в россии один я могу припомнить опять же связан с екатеринбургом в начале 90-х годов был такой музей молодежи володи бакадорова вот и он тогда тоже произвел огромное впечатление и на меня и на американцев которых я тогда в екатеринбург приводил тоже они такого не видели были в полном восторге ну вот но конечно этому здесь совершенно нового типа он совершенно не похож на те музеи к которым наши мы привыкли вот эта интерактивность все современное количество артефактов которые записи телевизионные воссоздание обстановки вот ельцинского кабинета очень большое впечатление на меня почему-то производит например вот эта простая комната среднего так сказать статистического россиянина из которой потом попадаешь на баррикады но все это вместе конечно производит очень большое и сильное впечатление обилие документов но и вообще как вот уникальный музей не случайно ему дали я так понял семнадцатом году он был признан лучшим музеем то ли в европе то ли в мире но это это совершенно не случайно я должен отдать должное его авторами идеологами те кто все это наполнял собирал продумывал потому что это в екатеринбурге это конечно сейчас стало одной из главных достопримечательностей города конечно постольку поскольку мне трудно представить ощущение которые ну например современный молодежь проходя эти семь дней получает потому что для них это все вещи незнакомые и ну для меня совсем другое я ну кроме наверное самых первых там экспозиции через всю политическую жизнь ельцина я либо принимал в не участие либо был очень рядом поэтому для меня это еще элементы личной биографии поэтому так может быть еще как бы все это воспринимается очень близко к сердцу многие вещи там которые это настолько хорошо знаю и все это конечно очень здорово молодцы музей посвящен ну по крайней мере политически с 87 фактически но с приезда переезда ельцина в москву но в свердловске его знали а вот москвичи его узнали конечно чуть раньше восемьдесят седьмого года он надо сказать после того как он поменял гришина и горбачев начал набирать свою популярность и в него поверила интеллигенция что он действительно хочет перемен всерьез и произошла вот эта метаморфоза когда самые ярые диссиденты вдруг стали самыми ярыми перестройщиками и ельцин как один из самых ну что ли главных людей которые поддерживал горбачева приобрел в москве очень большую популярность поэтому его обращение горбачева и его уход с этого он конечно довершил дело и в россии всегда как неправедно гонимая пострадавшая за справедливость приобретают орел мучеников и становится но собственно это было фундамент дальнейшей ельцинской политической карьеры ну и дальше вся его биография начинают долго до ухода до 2000 года собственно все 13 лет очень ярко они отображены конечно сахаров все-таки его жизнь кончилась восемьдесят девятом году когда собственно 90 еще не начинались поэтому он все-таки связан гораздо больше с правозащитными диссидентским движением если говорить на политической стороне его деятельности и ну и фактически один последний год это можно говорить о самых последних его месяцах когда он был глубоко погружен в политическую жизнь сахаров я бы не сказал что он чего-то предвосхитил наоборот его предвыборная программа например когда он восемьдесят девятом году шел на выборы в системе академии наук она например была посвящена идеологии синтеза между капитализмом и социализмом она в старой в старых терминах было написано как политика дивергенции значит и ну то что сейчас кажется наивным и смешным но вообще тогда были наивные смешные и ладно сахаров он все-таки был профессиональным физиком но например такой человек как юрий афанасьев другой сопредседатель между региональной группы казалось бы профессиональный историки гуманитарий он еще в августе 89 года говорил о путеводной социалистической звезде которая еще долго нам будет светить сейчас это вспоминать конечно довольно забавно и смешно но мы были очень наивные очень невежественные дремучие люди тогда сахаров был очень популярны в обществе и популярность его была ну я не знаю сравнимы с ельцинской наверное с одной стороны 90 очень сильно отличались от нулевых и тем более десятых годов но с другой стороны сейчас уже по прошествии времени есть понимание того что любые сильные перемены в россии они ну как бы происходит такая контр реформация возвращение каким-то стереотипом которые имеют более глубинный характер нежели те реформы которые проводились в 90-х годах кстати говоря где-то по-моему ближе к концу вышла такая книжка одного из экономистов это володя маус с астродубровскими писали книгу из она называлась история революции или реформации там на примере очень многих примеров было показано как революционные изменения приводят потом к контр они никогда не бывают изолированы от того что случается потом и когда эта книжка вышла мы совершенно не верили ну то есть что это может случиться и считали что россия в этом смысле уникальный пример который будет исключением из этого общего правила и то что потом произошло она с показывать что вовсе нет и это была такая пророческая книжка все что случилось вообще говоря описано в ней и то что произошло потом в восстановлении многих стереотипов которые связаны уже с советским образом жизни это тоже это тоже не носит не случайный характер это что происходило в 90-х годах воспринималась людьми по-разному кто-то разбогател и вообще уехал из страны кто-то наоборот пережил трудные времена и ну они конечно у нас противоречивый характер для всех для меня лично это были конечно самые счастливые годы